Дорогие братья и сестры, салам алейкум, мы сейчас снова находимся с нашим дорогим чейхом Усамом Бардвилем. Он родом из города Аль-Кудс, как я уже говорил, из города Иерусалим. Он палестинец, наш близкий брат и член Совета Улемов Духовного Управления Мусульман Российской Федерации. Дорогую снасть, салам алейкум. Машалам. Я сегодня хочу задать удивительный вопрос, который меня уже мучает долгое время. Я вдруг наткнулся в сети на хадис послания Николая, мир ему благословение, о турках. Я, Субханалла, думаю я, где были времена послания Николая, мир ему благословение, и где были в это время турки? Неужели они соприкасались? Неужели пророк Мухаммад, мир ему благословение, знал что-то о турках? И вообще, достоверный ли это хадис? И с этим вопросом, что это за хадис, и о чем он гласит, как нам его понимать, я обращаюсь к нашему дорогому Устазу Исану. Действительно, есть такой хадис, и большинство ученых, мухадисов считают, что он достоверный, как минимум хороший хадис. По крайней мере, мне неизвестно, чтобы кто-то сильно возражает. А как он звучит? Он длинный хадис, но есть та часть, которая говорится, Оставьте турок, пока они вас оставляют в покое. Еще раз. Отрок у турка. Турка ма таракукум. Ма таракукум. Ваадиу ул хабаша ма вадааткум. И тоже будьте мирно жить из хабаша, то есть эфиопской народом, пока они сами хотят с вами жить мирно с вами. То есть, например, прямое слово послание Николая, мир ему благословение. Отрок у турка. Оставьте турка. Пока они вас оставляют в покое. Так буквально звучит именно так. А как шарх какое-то понимание? Это один из самых загадочных хадисов, можно сказать. Поэтому версия его толкования масса, огромное количество. Есть такая версия, что турок... У меня прям вот изнутри прям вот как бы все разрывает от интереса. Что же милость в виду-то? Ну, скорее всего, действительно, это про турок. Про этнос турок, потому что он уже был в времена Бракусаса, были тюркские народы и же были. Ну, были тюркские каганаты, тюркютские каганаты уже в то время. Да, да. То есть это время уже было. Да. И, скорее всего, Бракусаса именно их не имели в виду. Но в то время они были в язычестве. То есть они были не мусульманами еще на тот момент, в тюрке. Потому что в тот момент вокруг Брака, с.а.с., были, ну, сахабы, они арабы в основном. Были несколько десятков эфиопцев, перцев очень мало, но евреи есть. Чтобы нашим братьям, тюркам, не было обидно, все сахабы когда-то тоже были язычниками. Они из язычества пришли в ислам, и все народы, которые потом пришли в ислам, они тоже из язычества пришли. И сахабы взаимствовали с тюрками, тоже доказано исторически. Взаимодействовали? Да. Хорошо. То есть один из толкователей этого хадиса ссылается, что мусульмане и сахабы соблюдают этот хадид, когда они впервые встретились с тюрками. И турки решили с ними воевать. Они присоединились к мусульманам. Вот такой интересный момент. То есть они ссылались на этот хадид, поняли, что им нужно сражаться с ними. И они договорились с ними, и даже приняли ислам, первые турки там, и они даже сражались на стороне мусульман. Есть версии, конечно, множество, что этот хадид был как будто намек о том, что не надо было раздражать и это пророческое, вот это монгольско-татарское нашествие. Потому что мы знаем, что Харизм Шах, он же относится неуважительно к торговцам со стороны Чжен Хизхана. И убили их, потом отправили ему посланники, тоже убили его. И все, многие мусульмане того времени, мусульманские ученые, сказали, обвинили Харизм Шах в этом, что он не оставил турков в покой. И их вызвал вот гнев, и то, что вот это случилось после этого, это как будто одна из... То есть, получается, это аналог русской пословицы «не трогай лихо, пока оно тихо». Ну, есть такое, есть такое. Ну, как бы, тюркские народы отличались вообще исторически своей организованностью, своей воинственностью, тем, что они в момент могли подняться с места на своей коннице, преодолевать огромные расстояния. И даже для кочевого народа арабского, но большей частью, который жил в пустыне, ограничен был пустынными ареалами, то есть стремительные марш-броски тюркской конницы, они были, конечно, они потрясали воображение, потрясали сознание арабов. И я думаю, наверное, как бы предостережение касалось того «не трогай лихо, пока оно тихо». Как раз, как раз это большинство толкователей так и говорят, что именно пророк Саасам пожалел сахаба. Он сказал «не трогай лихо». Потому что с ними будет очень тяжелая война. Поэтому он пожалел их, и пророк Саасам оберег их от этого. Что с турками страшно воевать, и с эфиопсами тоже страшно воевать из-за их особенности их земель. Ну, то есть земля была очень трудно преодолеть, да, скажем, география. И вот поэтому пророк Саасам не возложил на них вот эту функцию туда ехать или вот так воевать, потому что это будет очень опасно. То есть это такой намек о воинственности, о храбрости этого народа. Но Эфиопия она и приняла тоже, по-моему. На самом деле, да, мы знаем, что в конечном счете турки играли большую роль в истории ислама, потому что мамлюки или Усманская империя в конце, да, в конце, сулджуки до этого. Это народы, которые вовремя защитили мусульманские государства. Мусульманские, скажем, вообще существование ислама как таковой. То есть согласно вот этим строкам из ислам, исламских источников, о том, что Аллах меняет одни народы на другие. То есть Аллах Всевышний, когда ослабели амияды, заменил их аббасидами, когда ослабели аббасиды, на их смену пришли сельджуки, после ослабления сельджуков уже на смену им пришли османы. Пришем аббасиде, можно сказать, вторая половина аббасидов тоже существовали за счет турков. Потому что премьер-министр был турок и вся, скажем, государство была тюркской по сути. Машего, машего, очень интересно. Тамам, мы теперь будем знать хадис посланник Аллахамирову благословения. Утрук у турка, мы таракоков. Вообще-то, мне кажется, совет должен всегда действовать. Не надо трогать турок. Даже после прихода в ислам. А про Кавказ есть что-нибудь в источниках? На самом деле, мы видим, что слов «сахаба». Много что есть с Кавказа, очень много. Сахаба много внимания уделяли этому региону. Когда они пришли в Дерган. Совершенно верно. То есть они очень большое внимание уделяли. Его считали, как ворота к другому миру. Бабуля-блаб. Ворота-ворот. Ворота-ворот назывался. Поэтому они считали, что это особенная честь находиться там. То есть очень большое внимание уделяли, чтобы там ислам укрепился. То есть мы видим, что огромная жертва. Дорогой Стас, давайте мы сохраним интригу. И про Кавказ мы запишем отдельные видео. Иншаллах. Барак Аллах. Пусть Аллах Всевышнего воздаст. Дорогие братья и сестры, салам алейкум. До скорых встреч. Подпишитесь на этот канал. И ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала. И доведение информации до тысяч новых зрителей.